Сау, бигбой! Многие из вас слышали про то, что в кино нужно не говорить, а показывать. Ведь кино — это же в первую очередь визуальное искусство. Считается, что если ты возьмёшь хороший фильм, выключишь у него, то ты всё равно всё поймёшь в силу визуального повествования. По-моему, кстати, в киношколах в прямом смысле есть такое упражнение. Но вместе с этим в кино есть такой жанр. Он называется «Mumble Core». И в нём всё наоборот. Главная причина смотреть такие фильмы — это как раз болтовня. Сюжет в них ощущается так, будто бы в нём ничего особо не происходит. Герои просто ходят туда-сюда и разговаривают. Но зато как они разговаривают. Диалоги в «Mumble Core» интересные, живые и реалистичные. Именно из-за диалогов эти фильмы и смотрят. Первым таким фильмом считается «Смешно ха-ха» 2002 года. Но мне кажется, что истоки жанра можно отследить далеко в 60-х. В таких фильмах, как «Последний киносеанс». Это, кстати, наверное, один из лучших фильмов, которые я когда-либо видел. В любом случае, элементы «Mumble Core» сейчас проникают и в другие жанры. В особенности это касается ужастиков и триллеров. И оно логично. Ведь прямо как «Mumble Core», ужастики, триллеры и всё, что с ними связано, это крайне нишевые жанры, которые не требуют больших бюджетов. А ещё в них очень много клише. Поэтому они так привлекательны для инди-фильмейкеров. Тут открывается огромнейшее поле для манёвров и экспериментов. Ты можешь заниматься субверсией этих клише, а можешь обходить их стороной, вообще никак их не касаться, и заниматься своей странной фигнёй. Это привело к тому, что появился поджанр под названием «Mumble Core». Эти картины, помимо того, чтобы напугать, стремятся к тому, чтобы полноценно раскрыть персонажа, сфокусироваться на его внутреннем мире. Они очень креативны, ну и, конечно же, диалоги в них живые и реалистичные. И недавно я посмотрел фильм, который на русский перевели как «Моя девушка-монстр». И он примерно вот из этой оперы. Фильм необычный. У него уникальнейший концепт. Ну, по крайней мере, я никогда ничего подобного до этого не видел. Но у него есть определённые проблемы. Причём проблемы, которые можно было легко избежать. И если бы их не было, то картина была бы великолепной. И об этом я хочу сегодня с вами поговорить. Подождите, мне кажется, или я нахожусь внутри какого-то монитора? Я работаю на двух разных операционных системах. И вот эта штука их объединяет. Это Huawei MateView GT. На этом Бэтбое я смотрю фильмы, про которые делаю ролики, монтирую сами ролики и отдыхаю после монтажа роликов. Он достаточно большой, так что работать с таймлайном – одно удовольствие. Те, кто монтажит в Final Cut, не дадут мне соврать. Интерфейс программы к этому очень требователен. А благодаря изогнутому экрану создаётся эффект погружения в работу. Цветовой охват тут близок к DCI-P3. Картинка выглядит красиво. И самое крутое – это рефреш-рейт в 165 Гц. Так что после долгой монтажной сессии, я переключаюсь на Windows, запускаю Overwatch и бой-у-бой. Это масло. С такой частотой обновления кадров, каждое движение гладкое и плавное. И помимо того, что это просто выглядит приятно, так ещё и в соревновательных играх это реально решает. Например, когда враг вдруг выбегает из-за угла, ты просто физически быстрее это увидишь и бахнешь хедшот. После этого смотреть на 60 Гц просто невозможно. Более того, MateView GT использует вот этот сертификат. Я даже не буду пытаться произносить это название, но он защищает ваши глаза. Тут нет вредного мерцания, в то время как монитор оберегает вас от пагубного воздействия синего света. Так что за ним можно сидеть подолгу. Глаза будут чувствовать себя в порядке. Более подробно о мониторе вы можете узнать по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Итак, «Моя девушка-монстр». Вкратце, о чём фильм. У нас есть главная героиня Глория. У неё когда-то была работа, она писала статьи. Но вот уже целый год она только и делает, что бухает. Не хочу ругаться, надоело. Одно и то же. Каждый раз я злюсь, потому что я вижу тебя только тогда, когда у тебя похмелье. Проблемы с алкоголем рушат её отношения с парнем. А поскольку ни денег, ни работы у неё нет, она вынуждена вернуться в родной город. Там она встречает друга детства Оскара, который устраивает ей тёплый приём, помогает с обустройством дома, дарит мебель и, самое главное, предлагает ей работу в баре. Не самое лучшее место для алкоголика. Ну или наоборот, самое лучшее. Это смотря как посмотреть. В общем, факт в том, что это только усугубляет её проблемы с выпивкой. После каждой смены она напивается. Затем идёт на ближайшую детскую площадку и засыпает на лавочке. Между делом, в столице Южной Кореи появляется гигантский монстр. Он рушит здания и убивает невинных горожан. Глория догадывается, что каждый раз, когда она проходит по детской площадке ровно в 8.05 утра, в Сеуле появляется монстр, который повторяет её движение. Движение, которое уничтожает город. Она показывает это Оскару, и теперь, сюрприз-сюрприз, он тоже управляет гигантским чудищем в Сеуле. Но только у него это огромный робот. Глория чувствует вину за гибель невинных людей, бросает алкоголь и решает уехать из города, в то время как Оскар из приветливого и заботливого друга превращается в ревнивого и токсичного козла. Мне надоело быть добреньким. Он шантажирует Глорию. Ты будешь работать в баре, или я вернусь сюда и уничтожу целый квартал. Затем Глория летит в этот самый Сеул, подходит к роботу Оскара, из-за чего монстр Глории появляется на площадке в её родном городе. Она поднимает Оскара и выбрасывает его в далёкие дали. Конец. Согласен, сюжет довольно сумасшедший, но именно поэтому он мне и понравился. Это очень необычная история. И сама идея, мол, проблемы главных героев материализуют себя в виде Кайдзю в Азии, я впервые в жизни такое вижу. И заслуга фильма в том, что это не просто прикольный концепт, это ещё и крутой способ раскрыть одну очень важную тему. Смотрите, гигантские Кайдзю здесь символизируют деструктивное поведение людей. В случае с Оскаром это абьюз. И мне очень нравится, как это здесь показано. По сюжету он то хороший, то злой, потом снова хороший, затем опять плохой. И ссылаясь на личный опыт, токсичные, абьюзивные люди вот так себя и ведут. У них это идёт циклами. И проблема с такими людьми в том, что с ними бесполезно пытаться как-то конструктивно, аргументированно разговаривать. Логика с такими людьми, к сожалению, не работает. С ними нужно просто обрубать общение. И это самое сложное. Ведь ты веришь, что человек может быть хорошим. Ты знаешь, что внутри есть другая, добрая версия. Ты думаешь, что он сможет поменяться. И героиня проходит через вот эти вот стадии абьюза. Опять же, Оскар то хороший, то плохой. И в конце концов, Глория принимает единственно верное решение. А именно, как физически, так и метафорически выбрасывает его из своей жизни. И в этом плане, фильм и его метафора работают. Точнее, работали бы. Потому что тут есть одна проблема. Дело в том, что метафора абьюза появляется в фильме абсолютно внезапно. Ведь, как вы помните, фильм начинается с того, что главная героиня – алкоголичка. Монстр, который рушит все вокруг, появляется каждый раз, когда она пьяна. То есть изначально нам заявляют, что метафора фильма не про абьюз, а о деструктивной природе алкоголизма. Фильм сначала строил протагониста, что находится в состоянии борьбы с собой. Это отлично вязалось с гигантским монстром. Она несла разрушение не только окружающим, но и себе. У героя вырисовывалось некое подобие аристотелевской гамартии. Но нет. Глория внезапно бросает пить, потому что осознает последствия своего алкоголизма. Несмотря на то, что эти последствия в фильме показаны скорее как некая далекая абстракция. После чего история перестраивается. Теперь она про отношения и абьюз. Фильм сначала заявляет одну проблему, а потом забывает про нее и переключается на другую. И выходит так, что история как бы ни туда, ни сюда. И как бы да, тут можно додумать, что история, она не обязательно только про алкоголизм. Или только про абьюз. Она не про что-то конкретное. Она в принципе, в общем и целом, про деструктивное поведение людей. Но, к сожалению, структурно. Картина поделена на две разные части, которые не особо друг с другом вяжутся. Куда логичнее было бы придерживаться изначального месседжа про алкоголизм, еще и потому, что в начале мы видим, что она полагается на подачки мужчин. Глория не хочет брать ответственность за собственную жизнь. Она хочет просто бухать и тусить. Нам показывают, что ее дружки это энейблеры. По-моему, так называют людей, которые позволяют своим близким продолжать вести саморазрушающий образ жизни. И персонаж Оскара, по сути, тоже энейблит ее алкоголизм. Он в прямом смысле владеет баром и бухает вместе с ней. Оно само напрашивается. По-моему, было бы куда прикольнее, если бы он подстрекал ее больше бухать и делать больше деструктивной фигни с монстром. Это очевидный плод-девайс, который фильм забрасывает, чтобы усидеть на двух стульях. По-моему, история про женщину, которая борется со своими наклонностями к саморазрушению через метафору в виде гигантского кайдзю в Азии, это куда интереснее, чем... Вы когда-нибудь смотрели «Быть Джоном Малковичем»? Это тоже необычный, уникальный и очень странный фильм. Это наикрутейшая история. И мне нравится, что в ней тебе особо никто ничего не объясняет. Ты просто принимаешь правила игры и отправляешься в путешествие. Фильму и не нужно ничего объяснять, потому что интерес тут не в механике происходящего, а в исследовании заявленных идей. Это фильм про отношения и про то, как мы в этих отношениях притворяемся. От объяснений фильм бы только пострадал, потому что это пустая трата времени. Это бы только отвлекало зрителя от того, ради чего он смотрит фильм. Но моя девушка-монстр зачем-то тратит экранное время не на исследование идей, а на исследование механизмов. Картина тратит уйму времени на абсолютно ненужные, отвлекающие от главного интереса вещи. Тебе объясняют, во сколько нужно ходить на площадку. Почему нужно ходить именно в это время и именно на эту площадку. Показывают, что в детстве они с Оскаром проходили по этой площадке. Глория несла в руках диораму Сеула. Эту диораму снесло ветром. Оскар прибежал за ней. А потом растоптал ее диораму. В Глорию ударила молния. Это произошло ровно в 8.05. И тут много такого. Но ведь прикол фильма в другом. Опять же, фишка в том, что алкоголизм главной героини проявляет себя в виде монстра. Ее алкоголизм рушит жизни. Это деструктивная привычка. Все, этого достаточно. Не нужно ничего объяснять. Просто исследуйте этот аспект. Но фильм зачем-то углубляется в дебри и уводит зрителя в сторону. Создается несоответствие между темой и исследованием темы. Такое, кстати, есть в некоторых фильмах Нолана. Он довольно часто пытается сделать фильм про отношения людей, но его просто заносит в объяснение. В этом плане интересно взглянуть на фильм Диабло Коуди под названием «Бедная богатая девочка». В оригинале фильм называется «Янг Адалт». Это переводится как «Молодая взрослая». Это такой термин, который описывает аудиторию подростков и людей чуть постарше. Они как бы уже и не дети, но еще и не полноценные взрослые. Именно для них пишут всякие там «Голодные игры», «Дивергенты», «Милые обманщицы» и так далее. И героиня фильма как раз является писателем для аудитории тех самых «Молодых взрослых». И фишка в том, что она сама, как человек, существует в этом ментальном пространстве. Она повзрослела, но в голове так и не продвинулась дальше этого уровня. Она смотрит на мир через призму старшеклассника. «Ты говоришь, как какой-нибудь из твоих героев». Прямо как «Моя девушка-монстр», «Бедная богатая девочка» — это тоже история про женщину-писателя с деструктивными проблемами, которая тоже возвращается в родной город и тоже встречает друзей детства. Но тут фильм заявляет свой месседж, а потом, не забрасывая, полноценно исследует его через персонажа. Мне нравится, что Шерн Стоун в этом фильме — это нарцисс. Она невыносимый, самовлюбленный эго-маньяк. И фильм подталкивает ее к переменам. Но она не может измениться. «Ты ничуть не изменилась». «Неужели?» Она не может избавиться от своих солипсистических замашек. И вот в самом конце у нее почти получается измениться. У нее происходит момент саморефлексии. Но появляется энейблер. «Я должна измениться, Сатра». «Нет, не вздумай». «Что?» «Все мечтают быть такой, как ты». «Ты так думаешь?» Это разговор двух персонажей, у которых абсолютно разное понимание ситуации. Из-за чего выходит так, что главный герой не меняется к концу. И данный фильм не только справляется с той задачей, которую «Моя девушка-монстр» только лишь пытается выполнить. Но еще и доказывает, что в кино к концу герои вовсе не обязаны меняться. Этот критерий навязан извне. А у искусства правил нет. Спасибо за просмотр. Чтобы оставаться на связи, подписывайтесь на соцсети в описании. Там же вы найдете ссылку на инстаграм моего друга Хаскила, вместе с которым мы написали этот ролик. Ну и, конечно же, гигантская благодарность вот этим бигбоям с Патреона. Я практически на 100% уверен, что сегодняшний ролик не соберет просмотров. Это не интересная тема для большинства зрителей. Это скорее для энтузиастов. И благодаря вашей поддержке, я могу ни о чем не переживая, выпускать такие видео. Еще раз большое вам спасибо. Увидимся с вами в Дискорде. Ну а с вами был Ануар. Да благословит вас, Жубан.